Доброго дня всем! Сегодня я предлагаю в вашей увазе слово... А на что далеко ходить, я предлагаю рассказать про слово «Увага». Увага — слово шматзначное в белорусской мове. Первое, оно означает сконцентрованность думок, зруку, на чем-нибудь. Так само оно используется в значении клопотливых относительно кого-нибудь, эти значения цикавости для чего-нибудь. Например, можно сказать «Увага» к жанру поэзии. Как слово случилось в белорусскую мову, по-куль невядомо, а в мовознавцах в соседних краях есть такая думка. Слово «Увага» в польской мове творилось на основе немецкого слова «Увага» и «Веген», которое так само случилось в польскую мову на славянские территории. Сегодня мы часто используем это слово в фразеологизмах. Брать под увагу, проявить увагу, цибить у центра уваги. Вельми часто слово «Увага» выкладчики используют в таком выразе – «хвилинку уваги». Когда хотят притягнуть специально студентов для того, чтобы они послушали и вернули больше цикавости и больше послушали для того, что будет говорить. Пильную увагу мы звертаем не только на светлофоры, завтрашние надворья, склад продуктов харчаванья, а еще и на кошт. Слово «кошт» имеет всего только одно значение – это выраженное в грехах – вартость чего-нибудь, альбо затраты на эту вартость. Например, мы говорим «кошт годинника». В белорусской мове слово вядомо с конца шастнадцатого года. У словнику насовича середины девятнадцатого года фиксуется именавито значение затрата, например, «малым коштам». Тое, что было сделано, не потребовало великих затрат. Слово «кошт», как лечить этимологи, походить с немецкой мовы. В докладе старое верхнее немецкое слово «кост», которое имело такое же самое значение. Напереканцы хочу повиншаваць усіх со старым Новым годом, який мы сьоня традиционно отзначаем, а незамужнім девчатам гэтей ночу убачить свайго нарачонага. Усяго добрага, до побачэння.